Уважаемый Александр Григорьевич, участники совещания, перед новым составом правительства, главой государства были поставлены задачи, главная из которых не допустить падения экономики. В то же время Международная финансовая организация, МВФ, Всемирный банк и прочие предрекали Беларуси в этом году глубокую рецессию. Их прогноз колебался и до сих пор колеблется в интервале от минус 4 до минус 6% падения ВВП. Справочно, по итогам 2020 года, по нашим основным торговым партнерам, также прогнозируется падение. Однако, своевременно принятое главой государства решение о незакрытии предприятий, поддержке наиболее пострадавших от пандемии организаций коллективов, позволит не допустить падения и сохранить экономику страны. Правительство оперативно развернуло практическую работу вместе с регионами. В рамках указа номер 143 налоговые льготы и преференции, это отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты, получили около 36 тысяч субъектов хозяйственной и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 31 миллиона рублей. На местах принято более 6 тысяч решений о предоставлении арендных каникул. Объем поддержки по этому направлению составил 25 миллионов рублей. Реализуются меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций. Конечно, самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания, так называемые ковид-надбавки, которые составили 213 миллионов рублей.